Приветствую вас! Давайте мы с вами разберём вопрос, который вы написали. Точнее текст, который вы написали, потому что вопросом ваш текст не получится. Ну, в плане того, что в вашем вопросе нет вопросов. Значит, расстались с мужчиной, собирались пожениться. Но я не поняла, почему это произошло. Наталья, значит, если отвечать на ваш вопрос, ну, на ваш вот этот текст конкретно, да, конкретно, то неважно, почему это произошло. Главное, что вы с мужчиной расстались. Это был его выбор. Если человека вы любите, ну, или любили, любите, то его выбор, каким бы ни был, нужно уважать. Ну, получается, не очень хорошая история, что я человека люблю, да, ну, допустим, я человека люблю. Вот. Но выбор я его не уважал. И как в таком случае проявляется любовь? Понимаете? Вот. То есть, мне кажется, это, ну, несколько, несколько это, это странно, странно, что ли. Понятно? О чем идет дальше? То есть, тут вот такой, именно такой аспект, ага, именно такой аспект возникает, что если вы не можете признать выбор человека, да, если вы не можете признать выбор человека, не можете уважать его выбор, насколько вы его любите, в таком случае, это вопрос. Дальше. Отдельным пунктом идет момент, что для вас значит, что для вас значит свадьба. Ну, то есть, женитьба в данном случае. Вот. Что это для вас значит вообще? Ну, по таксу вот, что для вас это означает? То есть, для чего вы хотите, хотели выйти замуж за этого, за этого человека? Чтобы что? Угоды конкретно, конкретно. Вы хотели выйти замуж за этого человека? Чтобы что? Давайте подумаем. А что вас объединяло и связывало с этим человеком? Конкретно. Опять же. Что для вас означало и означает тот факт, что он не захотел, значит, на вас жениться. Конкретно, что для вас это значит? Какое значение для вас это имеет? Вот. Знаете, какая история? То есть, если вы восприняли это как, например, личное оскорбление, допустим. Вот. Это только другой момент. Если вы стали думать о себе хуже из-за этого, из-за того, что вот произошло, что это опять же, ну, совсем, ну, совсем не то же самое, да, это совершенно другая история. Это не история про то, почему мы расстались. Это не история про то, из-за чего мы расстались. Это история немножко про другое все-таки. Это история все-таки совсем про другое. Вопрос заключается в том, отдаёте ли вы себе в этом ансчёт. Вот. И мне кажется, что в данном случае, к сожалению, к сожалению, нет. Вот. Понимаете, то есть, вот это вот, важно понять, важно понять, каким значением наделял свадьбу, например, да, ваш бывший, бывший человек, это тоже очень важный момент. Дальше, теперь я не замечаю мужчина, а не меня, а что это значит? Ну, то есть, вот, серьёзно, что вы в это вкладываете, какой смысл вы в это вкладываете, что значит, я не замечаю теперь мужчина, а не меня, что, что значит не замечается, а хотели бы замечать чего, что бы вы хотели здесь, в этой ситуации. Очень долго и мучительно переживало. Перешили? Или нет? Как сейчас с этим обстоят дела? Если пережили, то чего хотите, если не пережили, то почему не пережили? Вот. Дальше. Хочется знать, что же произошло. Ну, у меня здесь такое ощущение, что вы обращаетесь больше к эзаперикам, нежели к психологам, потому что психологи, они не занимаются тем, что говорят, что произошло. Мы не знаем, что произошло. Мы не можем знать, что произошло. Смотрите, нас как бы не было, нас не было, ну, с вами, чтобы понять, что произошло. Нас не было, и мы не можем ответить на этот вопрос. Вот, поэтому здесь вы сформулируете лучше вопрос, во-первых, к кому вы обращаетесь, понимаете? То есть вы обращаетесь к психологам или к эзаперикам, понимаете? Потому что эзаперики могут ответить на этот вопрос, психологи нет. Психологи могут ответить на этот вопрос после анализа, после анализа информации, которую вы предоставите. После интервью, скажем так, интервью. Вот. Но уже сейчас я могу высказать определенные предположения. Да, опять же, это только предположения, основанные на моем личном опыте. Вот, и вы сможете сразу сказать, что к вашему мужчине они эти предположения не относятся. Вот. Правда, тогда непонятно, а какого конкретного ответа вы хотели бы. Так вот, варианты следующие. Мужчина хотел, мужчина хотел избежать ответственности. То есть он испугался ответственности. Вот, понял, что еще не готов к тому, чтобы быть, например, с вами, ну просто. Вот. И, соответственно, испугался. И поэтому расстался с вами. Мужчина понял, что у него нет к вам тех чувств, которые, по его мнению, нужны для того, чтобы... строить семью. Ну просто вот человек понял, что таких у него нет чувств. Человек понял, что он не хочет семью. То есть понял, что семья это не то, чего он на данный момент желает. А если человек не уверенный в себе, то был какой-то эпизод, который подорвал его уверенность в том, что ему нужно. Возможно, его что-то не устраивало во взаимодействии с вами, но он вам об этом никогда не говорил. Ну вот. То есть тут все исключительно упирается вот в то, какие у вас были отношения. Понимаете? То есть в зависимости от психологического портрета человека, в зависимости от психологического портрета человека, можно уже делать выводы относительно того, что и почему он с вами расстался. Вот. Такие основные моменты. Еще одним моментом может являться, например, страх близости. Вот. Причина такая не всегда осознаваемая, не всегда понимаемая людьми. Вот. Но, тем не менее, достаточно серьезные для того, чтобы влиять на отношения. Достаточно серьезные для того, чтобы влиять на чувства и на поведение. Понятно? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!